Друзья, всем привет! Сегодня у вас какое число? 11 ноября. 11 ноября, 19-й год. Мы находимся уже практически в Вишневом саду под руководством Вилькина. Сегодня будут одноклассники. Спектакль Шиловского, да? Да, театр Всеволода Шиловского выступать. 11-11, одноклассники. Билеты уже у меня пошли занимать места. Да, да. Уже время без 5-7. Мы прям вот-вот-вот-вот кофе поспели попить. Куда ты пошла? Ты же здесь была уже сто раз. Да я вообще... Это оно, да? Да. Спасибо, спасибо. Был уже, да, этот звонок? Да. Ты куда идешь? Ты куда идешь? Господи. Билет забыл в этом кармане, в пальто. Это там и билет. У девушки у той. Да, ребят. У меня вздевались. Забыли что-то? В пальто забыл билет. Ну, билетом места указано. Вот он, спасибо большое. Спасибо. Так, Олька меня уже потеряла, походу-то. Нет, а вон она. А нет, это не она. Интервью дает. Алло. Это она мне звонила все-таки. Видимо, ее подцепили, когда она звонила мне. Снова встретились с вами. Да, здрасте, знакомые лица. Знакомые лица, да. Ну как? Готовы морально посмотреть. Да, одноклассников. Ой, вчера еще супер. Ну, надеюсь, сегодня тоже понравится. Я думаю, не хуже будет. Даже лучше. Ну, ладно. Вот, да. А вообще, какие у вас ощущения? Какие у вас слова сейчас? Вообще, читали описание? Прошло 30 лет после выпускного вечера, и вот они встретились. И у кого как судьба сложилась. То есть, интересно, да? Ну, конечно. Ну, все. Обязательно. Счастливого вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. У нас места, посмотри, какие. Я забыл. Вот, 19-20. Я его забыл в этом, блин, в пальто пришлось возвращаться. Да. Ты мне звонишь, короче, да? Да. У меня звонят. У тебя интервью берут. Так. Третий. Третий ряд. А что у нас забито все? Третий ряд. 19-20. Да подожди, тут все забито. О, приветствую. Здорово. Сейчас. А можно у вас поинтересоваться? У нас третий ряд, 19-20 место. А там все забито. Вот девушка стоит к ней. Вот такая. Вот такая же, да? У нас третий ряд, 19-е, 20-е место, но все забито. Так, третий ряд. Так, вот ваш 20-й и 19-е. Так, вот ваш 20-й и 19-е. Вот у меня пересаживаются, подождите. Мы можем показать билетик даже. Не надо, все, это ваши места. Все, спасибо. Мы отвоевали наши места. А что? Вова у нас с той стороны, да? Да, он что-то один сегодня. А мы там же сидели? А, нет, мы сидели на четвертом году. В тех же. Слушай, а мы же здесь уже сидели, да? С этого ракурса. Ой, как все быстро, как все экстренно. Все, ты успокоился? Я так. Теперь главное мне успокоиться, а то я после кофе такой бам-бам-бам, трусик всего. Вот. А жизнь, между прочим, у всех тяжелая. Вон, у меня в храме трубы протекли. А водочки, отцы честные. Тяжелые, порочные парабы, да. У меня ноги после службы идут, кошмар. А выпишем? Отпускаем, да. А знаешь, почему? А потому что сосуды расширяются. Да, да, да. Подожди. Свидимся, сосуды. Давай, давай, давай. Свидимся, лапочка, шли. Матюшка! Да, да, да. Для протокола вам водочки-то можно? Нам курить нельзя. От водочки в телесах благоподрение. Благоподрение. Чермед пришел. Чермед, 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 чермед. Чермед, чермед. Чермед, чермед, чермед. Такого хрена, я же понимала вообще, где моя мать? Оля, вот, мамочка. Здоровая, Тихо, мать. Поздоровайся со всеми, Оля. Поздороваться со всеми? Мамулечка, я сейчас поздороваюсь. Оля, вот, ты. Оля, святой ответ. Трусы на Рузов. Ой, господи. Вот каналия какая-то. Так, это у нас антракт, да? О, смотри, Ваня встал. Ваня встал. Уже, блин, 10. Пошел, да? Такой прям сильный конец. Прям очень, да? Прям аж. Антиприза, ну что это такое? Это завтрак. Форма организации театрального дела, в котором организатор поглашает для участия спектакля актеров разных театров, в отличие от постоянной труппы. То есть они друг с другом, можно сказать, незнакомы. Импровизация будет, что ли? Где Володя там? Куда он делся? Видела его, нет? Нет, даже не апофон, вот этот. Где ты, Володя? Приветствую. Привет еще раз. Здрасте. Здравствуйте. Это Игорь, Оля. Это моя мама Галина Васильевна. Здравствуйте. Мы пересекаемся по работе периодически. Да, так. Последнюю неделю два раза уже, да? Слушай, ну я прям это не ожидал, что он такой, ну, я думал, ну комедик какой-нибудь там будешь, знаешь, такая, расслабляющая. А тут оказывается, так все серьезно, да, такие прям эмоции выдаются, да? Да, я не так же так знаю. Там оказывается и одноклассник есть, у которого там со здоровьем, да, тут есть богаче, есть там из Австралии. Там контраст такой, да? Контраст, да, есть такая эффектная королева, да, и там училка. Все как в жизни, да, и интересный сюжет. Вот я сейчас вышел в антракт, и мне интересно зайти, и чем это дело как будет. Да, да, вот прям. Подержись, они такие. Слушай, возможно, драка будет даже, да. Они как бы исповедуются перед этим, кто не может не ответить, и не услышать. И каждый из них вот это будет. И даже поп есть. Эти цены все закрываются, говорят, он встал с кресла и пошел. Ваня встал с кресла. А мы вчера с этим, мы вчера с актером, которого Ваня, мы вчера с ним это, интервью ему это, он нас приглашал. Говорит, придете на одноклассники? Да, придем. А что за роль у вас будет? Я вас видел, он говорит, ну да, я там есть. А что вчера за спектакль не был? Что вчера за спектакль был? Ну такой хороший, хороший спектакль был, нам понравился так. Они перемешались все в голове на самом деле. Особняк на Рублевке. Особняк на Рублевке. Не то, что это золото революции. Да. Мы его в другом исполнении смотрели. Вот там Шиловский тоже играл одну из главных ролей. И вот, ну, тоже понравился очень. Нет, я, нет, я же отзывы, мы отзывы снимаем. Ольга дала уже отзыв сегодня с утра. Ну, в смысле, сначала. Только надо вспомнить, когда, какой за ним шел. Вот Козленок в молоке прям понравился. 36 часов из жизни мужчины одинокого, человека. Ну, тем, как марафон. Да, ты сам сказал, каждый день по видео. Вот, кстати, вчера... Книжек надо больше еще. Да, сделал вывод, что словарный запас как-то скуднеет. Мексикон мой, надо больше слушать, читать книги, аудиокниги, чтобы вражаться, так, знаешь, по-театральному там, фреляя сюда. Вот, ну, с интересом. Жду прям, когда начнется вот... Ну, что же так, скажем, или как второе сел. Там все цепляет там, да, задушиваясь. Вроде поначалу так как-то расслабляюще было, а вот когда уже Ваню выкатили, да? И когда чермет этот приехал, как-то вот стало уже посерьезнее. Такие четвертые контрастные, очень красивые, да? Очень, очень. Ну, ждем-с, ждем-с. Вот так. Здесь душно. Тебе понравилось? Понравилось. Вот. Звонок второй прозвенел. Интересно так пообщаться, да? Со старыми знакомыми сюжетом, интригой и так далее. Начинается второй сеанс, уже надо садиться. Что-то на наших рядах никого нету. Что это такое? Ага, пропускать будем. У нас тут уже, блин, сказали садитесь. Ну, ладно. Сядем. Закроем входы. Здесь про холодно слушает, да? Да. По сравнению с этим, с залой. Они тоже на третьем сидят, да? Да, они, потому что стоили с той стороны. Мы, короче, по краям сидим. Ну, понятно. Да, прилетел. Прилетел? Да, все готово? Хорошо. Можно начинать. Давай. Что надо начинать? А что начинаете? Привет! 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 Молодец! Это в таком случае вылезет! Приливку больше не наливайся. Ваня, и вот она-то ко мне все время ходит, ты понимаешь? Без такой молодец Михаил. Что же имел в виду спаситель в притче про пятерых молодых невест, которые сотни вать женихом на брачном перу. Знаешь, что сделали? Они там затворились! Слушай, меня оттуда гонят, оттуда гонят. Сейчас осталось еще обидеться, слышали? Слушай, почему в России все вот такие вот обидчики? Вот ты мне можешь сказать, почему? Ну, потому что они в эмиграции не были, а там обижаться не надо. Вот только на самого себя. А я не обижаюсь. Она ресторан прогорела. А я тебе больше скажу, это не ресторан даже был, а поганый забегал. Знаешь, как она называла? Я тебе скажу. Борщ и слезы. А вот это вот мама моя придумала спокойно. Знаешь, почему? Да потому что она не хотела из России уезжать. А газету мы правда не сдавали, да только мы ее раздавали постоянным читателям. Даже вот это вот не помогло. А ты жену, жену мою. Помнишь, Оксану? Она же шикарная женщина. Знаешь, где она работает сейчас? На почте, вот в самом низу. Мам, мать, ну какой это мне аксессу ты же сказала? Мам, мать, ну это чудо, господь. Это не чудо, а вранье. Ты мне только что сказала, что это моя дворка. А я права тебе. Из-за денег. Слушайте, а какой информационный повод-то? Наш не ходячий. Через 20 лет обретает ночь. А ты ударишь колесо. Смотри, какая старая. Да заткнись! Ты уволен! Он что-то в Ваню вложил. Вот я говорил, что он у меня живет. Я так и думал. Сейчас будет на бис. Потому что я переживал, понимаешь? Сколько эмоций мне дало. Ой, молодцы. Какой, какой спектакль. Было классный. Просто супер. Ушли? Ну пошли. Тут же никого нету, все внизу стоят. Наверное. Где Володин? Ожидаем было, да? Как вы рассказывали в Антакте, да? Да, я думал он встанет, а он заплакал. Но уже хорошо. Он же тоже как-то близко к тому. Мы здесь лучше. Такая нагрузка. Тут хочешь-не хочешь, а живешь, да? Сколько эмоций, прикинь, пережил. Так, а где мы брали? Оля, помнишь, нет, где мы брали? Где-то здесь? Можно? Ты от нее убежала. Радуйся. Нет, спасибо. Женщины без границ завтра будут. Ольга, короче, не любит давать интервью. Ой. А, камеру не любишь? Волнуешься сильно? Ребята, ну тут дождь начался. Я бы хотел сказать, ну, под конец пару слов. Вот как актеры смогли вжиться в свои роли и передать эмоции? Вот это действительно призвание, знаешь? Прям вот такое сопереживание было главным героем. И там все эти люди практически были главными героями, да? И, ну, не мудрено, что Ваня в конце заплакал. Почему? Потому что он пережил историю каждого. В общем, ладно. Тут меня понесло. Остапа понесло. Да, Остапа понесло. Ольга меня останавливает. Ну, правильно делает. В общем, спектакль хороший. Понравилось очень. Молодцы ребята. Кто играли, кто написал, кто поставил. Все супер. Мы едем домой. Всем пока. Скажи всем пока. Пока-пока. Ари-ведерчи. Пока-пока.